Всем привет и заранее прошу прощения за перфоратор на фоне, вокруг нас ремонты. Сегодня пишем достаточно новогоднюю картину, это корова. Для написания нам понадобится обычная наждачная бумага из строительного магазина, как я уже и говорила, и любая пастель с большим количеством цветов и оттенков. Первым делом берем любой нейтральный оттенок, я взяла вот такой светлоболотный, назовем его так, и начинаем намечать мордочку коровы. Для этого делаем несколько засечек, можно еще сделать вертикальную линию, как ось, я, к сожалению, ее не сделала, это моя ошибка, так бы было нагляднее. И мы намечаем верхнюю засечку, ставим нижнюю и две посерединки, то есть у нас должно быть три примерно равных отрезка. Далее тот отрезок, который у нас внизу, мы превращаем его вот в такой небольшой прямоугольник. Далее превращаем вот эти насечки, которые у нас остались, в горизонтальные линии. Средняя насечка самая широкая, и то, что у нас получилось, объединяем две трапеции. Одна с узким основанием, другая с широким основанием. Причем обратите внимание, что трапеция, которая вот самая верхняя, да, у нее верхушечка, она даже чуть уже, чем прямоугольник, который у нас снизу. Далее вертикальными линиями срезаем углы у трапеций и объединяем все вот в такую геометрическую форму. У прямоугольника немножко срезаем нижние углы и внизу делаем небольшую насечку под прямоугольником, это будет подбородок корова. Далее насечку плавными линиями соединяем с прямоугольником и начинаем намечать нос коровы. Нос коровы будет располагаться у нас в прямоугольнике, который у нас уже на самом деле и не прямоугольник. Нос, он тоже достаточно такой прямоугольной формы, только с скругленными углами. После этого мы немножко закругляем верхнюю линию нашего изначального прямоугольника. Затем размечаем окрас на мордочке. Для этого делаем такие немножко неровные вертикальные линии от мордочки, которая у нас получилась внизу, и до самого верха. Наверху делаем небольшую макушечку. Теперь на самой широкой горизонтальной линии намечаем глаза оливки. Глаза оливки, потому что они немножко такой оливковой формы. И смотрите, они чуть-чуть под наклоном, то есть одной стороной они упираются прямо вот в край мордочки, а другой чуть-чуть наклоняются вниз. Ну и само собой уши. Уши у нас выходят примерно вот из тех, от верха той вертикальной линии, которой мы обрезали треугольнички трапеций. Ну что, осталось наметить только тело коровы, а это всего-навсего две дуги, которые уходят вниз. Они идут примерно от основания вот этой круглой мордочки внизу, которую мы сделали, и расширяются к низу. Затем делаем расцветку, то есть пятна, которые будут на нашей корове. Ну что, с построением закончили, и наконец переходим к фону. Берем какой-нибудь яркий голубой, который есть в вашей палитре, кладем его плашмя, и заполняем фон в тех местах, в которых делаю это я. Над правым ухом коровы можно добавить чуть более темный синий. Далее берем более светлый голубой. Если вдруг у вас нет более светлого, то можно взять тот первый, который мы использовали, и поверх него уложить белую пастель. Так вот, берем вот этот вот светло-голубой и заполняем им почти до самого низа оставшуюся часть листа. Время растушевывать. Хорошенько растушевываем все голубые и синие, которые у нас есть на поверхности нашего листа. Можно прям круговыми движениями, и самое главное, между собой очень хорошо нужно растушевать цвета. То есть один должен очень плавно переходить в другой. Далее берем фиолетовый и круговыми движениями начинаем втирать его в бумагу, в левый ее угол. Делаем такие, как бы летящие облака, примерно под 45 градусов. Примерно! Это не должно быть геометрия, это все абсолютная живопись, поэтому примерно. Они просто должны быть под наклоном. Затем берем светло-светло-фиолетовый. Опять же, если вдруг у вас нет светло-фиолетового, то можно, в принципе, взять белый и уложить его поверх предыдущего фиолетового. Когда будем растушевывать, естественно, он станет светлее. Но если все-таки у вас есть светло-фиолетовый, то берем его, укладываем его, опять же, над левым ухом коровы, и немножко поверх того фиолетового, который был у нас до этого. Мне показалось мало фиолетового, поэтому я взяла тот предыдущий темный и еще немножко уложила в середину вокруг вот этого пустого пространства, которое у нас находится над головой коровы. Ну и, само собой, приступаем к растушевке. Растушевываем точно так же круговыми движениями для того, чтобы создать ощущение облаков. Далее берем розовый. Для начала используем светло-розовый, ну то есть не ядерную фуксию какую-нибудь, а такой достаточно белесый. И потихонечку начинаем заполнять пространство, которое у нас все еще осталось не заполнено. После этого, кстати, мы возьмем более темный розовый. Вы можете укладывать их в том порядке, в котором он захочется, потому что небо это дело индивидуальное, и у каждого оно абсолютно свое. Я сначала взяла светлое, потом добавила немножко темного. Ну и, естественно, после полного заполнения пространства оставшегося, мы растушеваем круговыми движениями. После розового берем теплый оттенок желтого. Я вот сначала взяла просто желтый какой-то лимонный, и мне, если честно, не очень понравилось это сочетание, поэтому после я взяла такой немножко припыленный оранжевый, какой-то такой белесый оранжевый что ли. Поэтому посмотрите, что у вас есть в палитре, и что будет лучше сочетаться с вашим розовым, голубым и фиолетовым. Затем тем же цветом заполняем оставшееся пространство внизу, а переход между светло-голубым и вот этим припыленным оранжевым делаем каким-нибудь блекло-желтым. Если вдруг у вас нет этого самого блекло-желтого, то вы берете свой обычный желтый, поверх укладываете белый и смешиваете все методом растушевки. Получится светлый. Просто в таком случае переход между голубым и желтым будет таким припыленно-плавным, а не зеленым, как получится при смешивании желтого и синего. Далее, после того, как мы стали абсолютно довольны своим небом, мы переходим к самой корове. И первым делом мы заполняем самые темные, а точнее черные места. Сейчас на видео абсолютно бесполезная работа, поскольку кажется, что я вообще ничего не делаю, я просто возил его пальцами, но на самом деле я заполняю черной пастелью самые темные места. Соответственно, это уши, окрас по бокам и пятна на тельце. После заполнения аккуратно растушевываем. В принципе, на черную пастель можно сильно не давить, потому что бумага у нас изначально черная. Соответственно, даже если где-то мы нехорошо растушуем, то этого никто не заметит. Так вот, после растушевки очень важно прям резко и хорошо сдуть остатки этой черной пыли. Иначе, если мы будем делать это очень плавно, то, естественно, вся эта черная пыль раскидается по небу и будет таким черным неприятным налетом. Поэтому, прям, хорошо нужно сдуть ее будет. Далее мы берем серую пастель, причем такую серую, которая будет видна на черном фоне, которая не просто вот серенькая чуть-чуть, а прям такая серая, достаточно контрастная. И заполняем, во-первых, место над глазами, потому что у нас там будет складка века. И, в принципе, чтобы отделить сам глаз, потому что он, в принципе, сам будет черный, от расцветки коровы. Так вот, заполняем над глазами серым, затем чуть-чуть на ушах, причем на ушах можно заполнить контур верхний, а вниз как бы резким движением вот так вот опустить лежащую плашмя пастель. Получится, что у коровы там в ушах как будто немножко шерсть. От глаз вниз проводим вот такие тоже серые стрелочки. Кстати, под самим глазом тоже можно провести серым, чтобы уж точно глаз в дальнейшем было видно. Переходим к глазам, аккуратно заполняем их черным. Можно не раздушевывать, но главное сдуть, потому что в любом случае там будет такая мелкая черная неприятная пыль. В общем, тоже ее сдуваем. И наносим белый блик в глаз, чтобы глаза не увидели так страшно. Когда с черным цветом покончено, мы идем и хорошенько моем руки. И самое главное, хорошенько их вытираем, потому что, во-первых, растушевывать белый цвет, который идет у нас дальше грязными руками, не самая лучшая идея. А во-вторых, делать это мокрыми руками, ну это вообще как бы не очень. Помыли руки, хорошенько вытерли и переходим к белой пастели. У меня есть белый, который не совсем белый, он какого-то такого молочного или как-то грязно-белого. Поэтому я взяла его, в принципе, вы можете взять любой, тот, который у вас есть. Заполняем пространство над носиком, то есть вот та полоска, которую мы намечали, все ее заполняем белым. Заполняем пространство вокруг носа самого. Дальше подбородок немножко заполняем белым и само тело. Ну что, у нас уже корова начинает быть похожей на корову. Далее берем серый. Я, правда, взяла совсем светлый, в принципе, можно взять даже чуть более контрастный. Дублируем дугу, которая проходит над носом, и левую часть белой вот этой полосы тоже можно немножко заполнить. Я еще сделала сверху такие, как будто у нее волосики, там как будто челочка какая-то. Вот тоже можно провести такие вертикальные, немножко кривоватые линии там. Если вы сразу взяли достаточно контрастный серый, то продолжаем работать им. Если, так же, как и я, взяли совсем белесый, то возьмите чуть более контрастный серый. И еще раз продублируйте, во-первых, линию, которая над носом проходит. Во-вторых, добавьте теней немножко в челку коровы. Ну и немножко вот сюда тень. Также контрастным серым нам нужно отделить голову коровы от тела. Я имею в виду тень ее отделить. Поэтому мы берем этот контрастный серый, заполняем ровно под ротиком у коровы, то есть под ее подбородком, и растушевываем плавненько вниз. Также нам нужно будет продублировать линию самого рта. Видите, она у меня чуть-чуть еще не заполненная, я добавлю туда серого. И, естественно, с левой стороны чуть-чуть, немножко на белые пятна тоже добавляем контрастный серый. Затем переходим к носу. В принципе, если вам нравится черный нос, то можно его сделать и черным. Но я решила сделать бордовым, причем я использовала в носе, если можно так выразиться, четыре цвета. Первый припыленный бордовый, который сейчас. Затем взяла достаточно контрастный такой бордово-коричневый. Наверху использовала оранжеватый, а между ними проложила алый цвет. Все это, естественно, растушевала. После того, как нос растушеван, берем темно-темно-серый. Еще раз дублируем линию рта, если она у вас осталась такой же бледной, как у меня. И обязательно делаем ноздри, которые у нас немножко потерялись на носу. Я, кстати, вот этим темно-сером еще, как видите, редактировала какие-то места, которые у меня остались непрокрашенными. Также темно-сером, если уж быть со всеми перфекционистами, можно еще больше отделить голову тенью от тела. Ну что, традиционная, тадам! Как видите, корова оказалась рисовать совершенно несложно. Осталось только поставить подпись и вставить в рамку. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Буду снимать еще. Огромное спасибо, что досмотрели до конца.